Мы все родом из детства, и нашу судьбу определяет сказочный сюжет, с которым мы себя ассоциируем, с тем или иным сказочным персонажем. Но сейчас мы живем во времена, когда все становится очень спонтанным. Взлеты и падения, неожиданности, которые оборачиваются большой удачей или, наоборот, большим провалом. Во времена эпические и, можно сказать, героические. Поэтому нам ближе миф, чем сказка. Конечно же, извечный сказочный сюжет, фольклорный сюжет очень широко используется в психологии. Не случайно есть такое направление, как сказкотерапия, с которым, я полагаю, вы знакомы или обязательно познакомитесь. В любом случае, это то самое наше возвращение к истокам, с которого начинается после колыбельных, постколыбельный период наше становление личности. Тем не менее, что из себя представляет сказка? Еще раз хочу сказать, что я преподношу свою версию. У каждого, может быть, своя версия, или, как говорил Будда, столько же возможностей и прав, сколько листьев на всех деревьях, во всех лесах. Но, тем не менее, такой психологический взгляд с позиции 21 века. Сказка базируется на двух перспективах – кратковременной и долгосрочной. В кратковременной перспективе мы будем жить долго и счастливо. В долгосрочной мы все когда-нибудь умрем. И что потом? Житейская мудрость постулирует необходимость жить сегодняшним днем. Это прекрасно. Но в итоге мы все, благодаря рассказке, становимся немножко прагматиками, немножко материалистами и утрачиваем связь вот с этим идеализмом. Идеализмом, который определяет, в принципе, времена эпические и героические. Времена смутные, времена, которые связаны, кстати, и с всевозможными военными интервенциями и прочим, и прочим. Но что такое герой на языке древних сакральных надписей? Герой означает усопший. Именно период войны, он вызывает у многих вот желание себя проявить. И мы переходим уже из сказки в область мифа. Здесь неизвестно, что тебя ждет, неизвестно, как карта ляжет, но в любом случае ты стремишься к цели недосягаемой. И единственное, за что стоит бороться, это невозможное. Невозможное, которое становится возможным благодаря мифу, благодаря героическому эпосу, благодаря тому сюжету, с которым более-не более мы себя ассоциируем. Конечно же, психология, которая опирается на вот этот самый древний источник, будь то фольклорная сказка, будь то драматургию, она в любом случае восходит к мифу. Фрейдийская или фройдийская теория, юнгианская, адлеровская и прочее, прочее. Конечно, тут можно упомянуть моего любимого психолога, которому я сама часто в своих таких интертекстуальных статьях апеллирую, это Эрик Бёрн. Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры, она, в общем-то, базируется именно на сказочных сценариях. Но под спутном мы находим там и сценарий, например, победителя дракона. И откуда он идёт? Конечно, он идёт из Эпса, будь то скандинавский или древнегреческий. Давайте немножко посмотрим, как работают архетипы. Как работают архетипы в нашем сознании? И кто такой мифологический герой? На самом деле это мы с вами. На самом деле это наше зеркальное отражение. Мы с вами уже говорили о том, в прошлый раз, как мы воспринимаем своего визави, того, кто напротив нас, того, кто с нами вступает в какой-то контакт или даже этого контакта избегает. Кстати, это тоже определяет то, каким мы его видим. Более светлокожим, более высоким, более статным, более привлекательным. Почему? Потому что мы видим в нём своё собственное отражение. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Все эти истины, тоже восходящие консечности, они определяют, конечно, очень многое в нашем мировосприятии. Поэтому, когда мы говорим об Одиссеи или Ахилле, мы говорим о прекрасной Елене или верной Пенелопе, мы видим в них свои собственные зазеркалия. Существует такая древняя легенда, и относится она уже к азиатской, китайской действительности. Это легенда о Жёлтом императоре. Он же Хуан-Ди, он же, может быть, Хун-Тунь, кто бы он ни был. Он оказался победителем. Победителем над зеркальным народом. Оказывается, в древние-древние времена, может быть, Луис Керл этим воспользовался и создал книгу, которая даёт огромное раздолье для психологических исследований. И нет, это не Алиса в стране чудес. Это True the Looking Glass, Алиса в зазеркалье. Там вам, пожалуйста, и Гештальт с приближением-удалением, и теорией сна, которые толкует и Фрейд со своим учеником Юнгом, и кто угодно из нас, вступающий в область психологии, на поле, которая безгранична в своих возможностях. В любом случае, в True the Looking Glass работает, опять-таки, то самое зазеркалье, которое восходит к истории Хуандзи. Когда-то в своё время не было границ между зеркалом и миром людей. И зеркальный народ спокойно входил в мир людей, а люди входили в зазеркалье. И вот в какой-то ночь, обязательно под покровом ночи, обязательно в темноте, потому что здесь должна работать мистика, зеркальный народ нападает на мир людей, и благодаря чарам Хуандзи их снова удаётся запрятать зеркало, и с тех пор они порабощены людьми. То есть что они делают? Они мимикрируют, они отражают нас. О да, есть пророчество, что когда-нибудь, когда появится рыба в отражении амальгамы, в этот момент удастся разбить эти границы, и зеркальный народ снова вторгнется в мир людей. Давайте я не буду уходить в область, предположим, философско-религиозную, но какие-то предпосылки мы можем найти уже с наступлением, в принципе, нового времени, новой эры. Времени, когда новые религии приходят на смену старым, потому что и богам тоже дано умирать, и когда-нибудь и для богов наступает конец света, то есть рагнарёк. Вы понимаете, о чём я. И до эры Водолея, 2000 лет, мы находились в эре рыбы, и мы научились вот проходить в это зазеркалье и получать уже какие-то предпосылки того, что наше собственное отражение – это не мы, а кто-то другой. Кстати, это очень интересно работает в книгах, которые мы можем толковать с точки зрения диссоциации личности. И в частности, вы увидите феномен зеркала, он же портрет, работает в неоромантизме, в странной истории доктора Джекилла и мистера Хайда, и в том же портрете Дориана Грея. Тема зеркала уже в пост-юнгянской книге «Степной волк», «Their step and wolf» очень тоже интересно обыгрывается. Но сейчас речь не об этом. Снова вернёмся к нашим архетипам. И будем исходить из того, что в каждом из этих персонажей в любом случае мы находим своё собственное отражение. А что это значит для нас, если мы вступили в это обширное поле психологии, безграничное в своих возможностях и нескончаемое в своих открытиях? Это означает то, что, используя этот архетип, мы можем понять, какие действия стоит совершать, какие действия стоит обходить и с помощью каких действий нам работать с нашим потенциальным пациентом-клиентом. Итак, что здесь у нас с прекрасной Еленой? И какая психологическая теория может здесь работать? Это теория, конечно же, гештальдов. Вы, у вас бесконечное количество возможностей, как количество листьев на всех деревьях, во всех лесах, поэтому вы можете использовать какую-то свою теорию. Я предлагаю один вариант. Вы предложите много других. Итак, значит, Елена, спартанская царевна, в возрасте, когда уже пора замуж, соблазняет всех достойных мужей Греции тем, что обещает им свою руку и сердце. Не её отец Тиндарей, и тем более не небожитель Зевс. Кстати, а почему Зевс считается отцом прекрасной Елены, и почему при этом Тиндарей абсолютно не третирует бастарда Елену? На самом деле в Греции было такое понятие «калакагатия», очень любимое, кстати, Фридрихом Ницше. Калакагатия означает красота плюс доблесть. Если кто-то наделён выдающейся красотой, то он считается просто ребёнком бога, а не человека. Поэтому Тиндарей понимает, что это всего лишь метафора. Именно за Еленой он оставляет своё наследство. Это Спарта. Одно дело ты просто невеста, другое дело ты коронованная невеста, невеста на троне, которая своему жениху предлагает не только своё сердце, но предлагает и неограниченные возможности правления в самой богатой и самой могущественной на тот момент в общем-то греческой державе. Это Спарта. Спарта, у которой прекрасная армия, и Спарта, у которой плодородные земли. Одно подкрепляет другое. Как мы знаем из искусства войны. Но теперь вот надо сработать так, чтобы ни в коем случае этот трон, эта корона, эти привилегии, иметь очень богатое приданное, они бы никак не отвлекли внимание женихов от соблазна обладать самой прекрасной Еленой. И тут Елена начинает вот эти гештальды фактически использовать. Она, можно сказать, невеста под покрывалом. Вы когда-нибудь видели прекрасную Елену живьём? Не Диану Крюгер, которая изображает Елену, или каких-то других актрис, которые, может быть, на самом деле, на проверку, очень привлекательны и красивы, но уж как-то никак не соответствуют нашему представлению о прекрасной Елене. Видели или нет? Видели? А на что вам дано зеркало? Вот зеркало вам дано и на то, чтобы вы её увидели. Это к Аарону не относится. Он увидит Ахилла, он увидит Одиссея, но мы, кстати, их тоже увидим, заглядывая в это самое зеркало куда-то тайком и пробуждая в себе не аниму, а анимуса. Итак, прекрасную Елену никто не видел, но все строят домыслы. Кстати, сегодняшняя литература постмодернизма, в частности, Мадлен Миллер со своей песнью Ахилла и другие, они вот тоже используют этот трюк. Они не показывают нам Елену, они показывают нам сон этих женихов, которые говорят, вон та под покрывалом из трёх девушек, вот она и есть Елена. Та другая Клитемнестро, обещанная Агамемнону, бесприданница, а вот ещё одна бесприданница, двоюродная сестра Пенелопа, а вот у этой трон, но она под покрывалом, а интересно, как она выглядит, говорят, у неё золотые волосы, говорят, у неё тёмные глаза, говорят, она прекрасна, но нам нужны подтверждения. Если нету фотографии где-нибудь там в Инстаграм, или ещё лучше на глянцевой обложке журнала, так, чтобы ещё было статусно, то дальше работает воображение, и воображение наделяет её теми чертами, которыми наделила её, наверное, сама Афродита. И ещё у Елены есть бэкграунд. Тут, может быть, сработал чёрный пиар, потому что, на самом деле, вот не гоже невесте иметь такое любовное прошлое, а ведь её когда-то похитил Тисей, и они явно предавались не только высоким беседам о богах и героях, но, с другой стороны, вот она создала себе реноме, а дальше Елена сама выбирает себе жениха. Такого невозможно себе представить в античном мире, будь что Древняя Греция или последующий за этим Древний Рим, будь что Европа или страны Асии. В принципе, женщина безбольна. 24 тысячи лет назад, когда закончилась эпоха кроманьонцев, мужчины пришли к власти, и они стали кроить мир по своему собственному представлению, не давая возможности женщине не только присутствовать в театре и испытывать катарсис, а вообще высказывать своё мнение. А тут, мало того, что она высказывает своё мнение, она ещё сама выбирает себе жениха. Есть такое армянское слово. Тампеса. В принципе, это менилай. Менилай, который благодаря браку с Еленой получил и спартанский престол. Стал, так сказать, женихом в доме у своего тестя. Каким он будет дальше мужем, нам трудно сказать. Обычно мифологии или кинические поэмы, построенные на всевозможных изустных сказаниях, они нам об этом не рассказывают. Но, может быть, слава Елены начала уже меркнуть, а часики уже основательно тикают, и она понимает, что была её свежесть, куда-то может улетучиться. И тут очень, кстати, появляется он, царевич Парис. Царевич Парис появляется, и по доброй воле Елены её похищают. Елена сама взошла на корабль, сама указала, где хранятся спартанские сокровища, и вместе со спартанскими сокровищами на корабле отправилась туда, в далёкую заоблачную страну, о которой говорили, что это золотой пергам. Мы знаем, как выбрал Елену юный Парис. Мы знаем, как увидел он перед собой этих богинь, и как соблазнился улыбкой, нежностью, женственностью Афродиты. В Афродите он увидел Елену. И в Елене мы всегда будем видеть Афродиту. Есть такая знаменательная сцена в Илиаде, когда уже фактически по окончании Троянской войны уже оно близится. Это уже десятый год, когда уже врата Троя открыты для батальных сцен, которые происходят под стенами Трои. И Елена всходит на крепостную стену, чтобы оттуда наблюдать за поединком бывшего мужа и нынешнего мужа. Публиави Диназун, римский поэт, он скажет, вот феномен Елены состоит, как раз заключается и в том, что её хотел бывший муж вернуть, а нынешний муж сохранить. Мужчины соперничают между собой за красавицу. Но красавицы наши, если посчитать человеческие годики, конечно, уже немало лет. В принципе, мы можем провести какой-то вот такой небольшой анализ и установить, что с Елене, прекрасной Елене, а это античные времена, уже фактически 40 лет страшно подумать. Но она выходит снова в покрывале, вышитом самой богине Афродитой. И для вас, психологов, это тоже большое поле для всевозможных психологических трактовок. И старцы, а они же носители мудрости, они носители того единственного истинного знания, которое непреложно, они говорят, «О да, она на самом деле так прекрасна, что понятно, что за неё воюют, сражаются и гибнут две армии». За Елену ли сражаются и гибнут две армии? В поединках, убивая друг друга, двое соперников, которые на самом деле могли бы быть друзьями, двое мужчин, чьё чело могли бы украсить лавры. У Мандельштама есть, вы знаете, такие стихи, да, адресованные Гомеру, «Вессонница, Гомер, Туги и Паруса». «Я список кораблей прочёл до середины, тот длинный выводок, тот пояс журавлинный, что над Элладою когда-то поднялся, как журавлинный клин в иные рубежи, на головах царей божественная пена. Куда плывёте вы, когда бы не Елена? Что трое вам одна, ахейские мужи? И море, и Гомер, всё движется любовью». Какой бы в век ни был, как бы ни клеймили его прагматически, всё равно всё движется любовью. Другое дело любовью к чему, если мы обратимся к пирамиде Абрама Маслоу. Но нас устраивает романтический вариант, тем более, что живём мы в мифические, героические, эпические времена. И поэтому мы свято верим, что все эти мужчины сражаются за прекрасную Елену, потому что она любой эпизод, даже в качестве чёрного пиара, всегда может использовать именно на выгоду себе. На самом деле все эти греки собрались, и не потому что они принесли клятву избраннику Елене, они собрались здесь под стенами трое, потому что, как я уже сказала, трое-то носит эпитет «золотоносное», потому что всегда и во все времена войны велись, заделёшь территорий, заделёшь богатств, заделёшь золото, заделёшь богатств для того, чтобы побольше рабов собрать, для того, чтобы увенчать чело своё славой. В принципе, было так. И не случайно во время переговоров, которые перманентно возникают между троянцами и греками, потому что, как разумные люди, они не хотят войны, но войны затевают боги, и они решают и исход войны, и её протяжённость, и длительность. Тоже огромное плато для психологических исследований, и мы в какой-то момент можем и об этом с вами поговорить. То есть, почему боги, например, устраивают эти войны, подсказка ключевой фигуры, для вас здесь будет бог войны Арес, который законный наследник престола, Зевсова престола, потому что у Зевса двое детей от законного брака с Герой. Это Гефест, но он не помеха, он бежать не умеет, он с хромой. И этот Арес вроде всем так мальчику дался, но его всё время надо отвлекать, ведь Зевс сам сверг своего отца с престола. И эту тему мы сейчас продолжим вот в контексте уже Ахилла. Итак, что делает на самом деле Елена за возврат, который требуют греки, возврат, который требуют как сатисфакцию, а кроме того, они всегда говорят и вернуты нам спартанские сокровища. Мы не хотим слышать ничего о том, что здесь может быть какая-то корысть. Мы хотим, чтобы на самом деле все сражались бы и даже оплачем их, но даже и погибали во имя любви. Современные сюжеты снова дают нам интерпретации троянской войны под тем или иным углом. Но XX век, он весь, в принципе, воспитан на уже теориях психологии. И это Фрейд, это Юнг, это вот эти все психоаналитические трактовки. И, значит, и, соответственно, XX века драматург не может избежать этого соблазна. Троянской войны не будет называться так драма Жанна Жираду, французского драматурга. Конечно, тут отсылки ко Второй мировой войне и так далее. И у Жанна Жираду, которые очень часто обращаются к античному мифу, чтобы через античный миф дать интерпретацию современным им событиям. Но нас интересует не это. Оставим военным стратегам политику и дела военные, дела батальные. Нас интересует личность, в которой мы находим какие-то и свои отзывы, отголоски и отражения. Это Елена. И вот в этой драме Гектор резонно спрашивает Париса, что ты нашел в этой женщине? Ведь в скобках мы знаем, что она и старше Париса, и, как говорится, большой такой любовный бэкграунд, и все, все, все. Да зачем ему нужна была Елена, когда вокруг столько красавиц троянских, эти восточные женщины, такие покорные мужьям, такие верные, такие, в принципе, привлекательные, красивые. Когда Марко Полу, кстати, отправился в свое далекое путешествие, он проходил через Восток, и Армению, кстати, не обошел своим вниманием и утверждал в своих записях, в своей книге «Ильмиллионы», что нигде и никогда, в той же Венеции, откуда он был родом, не было столь красивых женщин, как на Востоке. Борис пожимает плечами и говорит, понимаешь ли, брат, когда я ее обнимаю, мне кажется, что она далеко. Вот вам, как говорится, и загадка неразрешенного Гештальда. Она все время работает с фигурой и фоном, приближая и удаляя, приближая и удаляя. Она всех мужчин допускает к себе, но все равно, как Фауст, вызвавший призрак Елены из подземного мира в поэме или Гёте, или в народной книге о докторе Фаусте, он никогда не будет знать степень ее принадлежности ему. И в любых отношениях вот это, наверное, играет свою очень большую роль. Когда Стендаль говорит о четырех формах любви, и из них главная любовь-страсть, кстати, очень ярко показаны в русской литературе, в частности у Достоевского. Ты полностью растворяешься в предмете своей любви, и это прекрасно, но немножко несовременно. А теперь другой современный персонаж. И не важно, что он жил за тысячи лет до нас, а жил ли он, сын богини и героя. Это Ахилл. Прекрасный Ахилл. И опять-таки, бесконечное поле для психологического исследования. Рождение Ахилла имеет предысторию. Богиня Фетида одна из древнейших богинь. Но когда мы говорим о древности, не будем забывать и о том, что определяется и формулой, например, Иосифа Бродского. С точки зрения комара, человек не умирал. Для нас, комариков по сравнению с богами, однодневками, бабочками, пусть будет покрасивее, на самом деле боги не просто бессмертные, они вечно молоды. И вечно молода, так, кто стояла у истоков рождения. Зевса, богиня Фетида. Она, дочь Протея, морская богиня, видимо, настолько привлекательна, что сам небожитель Зевс, а также его брат Посейдон, хотят жениться на ней. Гера рвёт и мечет от ревности, осаждая своего мужа, и бедная амфитрида, наверное, немая как рыба, плачет в сторонке. Но тут на помощь отвергнутым женам приходит титан Прометей. Титан Прометей открывает некое пророчество. От брака с Фетидой родится сын, который будет могущественнее своего отца. И тут же начинается паника. Зевс и Посейдон свергли своего отца Хроноса, Хронос сверг Гурана. Одним словом, это такая генетическая хронология, которой надо опасаться. Итак, представьте Фетиду, которая уже фактически обручена с кем-то из верховных богов, колечко уже у неё на пальце, и тут такое. Её решают выдать замуж во избежание неприятностей за простого земного человека. Пусть он герой для нас, для людей, Пелей, но для неё, для богини, которая чуть не стала женой Зевса. Представляете, это какая трагедия. Пелей должен покорить Фетиду, который выходит из морской пучины. В любой истории, в том числе и в сказке, в том числе и в мифе, мы можем видеть отношения людей. Маленький принц. Вот это сказка для детей. А на самом деле, это сказка об отношениях маленького принца и розы. А на самом деле, кто такие маленькие принцы, на чём строится психология, восходящая, кстати, к моему любимому Эрику Бёрнну, и так далее, и так далее. Так сказать, опигоны от психологии. Из лягушек в принцы, из роз в принцессы, пожалуйста вам, но об этом в другой раз. Итак, из морской пены выходит, но на этот раз не Афродита, а выходит Фетида, и Пелей ее подкарауливает, и начинается их столкновение. Почему я вспомнила маленького принца? Ведь там тоже вот такая психология отношений, как девушка, роза, как она привлекает маленького принца, и на проверку оказавшись, что один метод не работает, она быстро переключается на другой метод. Фетита, она тоже ведёт себя, как типичная женщина. С ней происходит метаморфоза. То она разъярённый лев, то змея, готовая ужалить, то она текучая, как вода. Одним словом, Пелею надо проявить на самом деле невероятное упорство, чтобы добиться Фетиды. В итоге ему удалось её сломить. И вот в пещере кентавра Херона, облицованной розовым кварцем, собираются боги на свадьбу. Второй удар по самолюбию Фетиды не на Олимпе, где могла состоять её роскошная свадьба с Зевсом, даже не в прекрасных подводных чертогах, где она могла бы стать женой Посейдона. А здесь, на земле, мало того, что она рядом с мужчиной, которого она не считает себя достойным, это Афродита часто с ней сходила до земных мужчин. Фетиде, которая всего один раз замужем, у него будет всего один сын, в общем-то, это крайне неприятно. Мало этого, ещё свадьба омрачена скандалом. Вы помните историю с яблоком раздора, и невеста оттенена подружкой невесты Афродиты, которую признали прекраснейшей. В принципе, диссоциация строится на таком понятии, как детский абьюз, вы знаете. Некое насилие над психикой, в частности, ребёнка. Да, это может быть физическое насилие, это может исключительно психологическое, но в любом случае это травма, которую переживает ребёнок. Станислав Гроф говорит о перинатальных матрицах. Я тоже склоняюсь, в общем-то, к тому, что в том состоянии, которое мы переживаем ещё до появления на свет, формируется в какой-то степени наша личность. Какая должна формироваться личностью Ахилла? Но если нас не удовлетворяет, в общем-то, такая трактовка, то давайте конкретно по абьюзу. Мальчик рождается на свет, отец неизвестно где. Назовём это поисками таких-то возможностей для очередных подвигов. На каком фронте эти подвиги оставляем в любом случае за пределами нашего разговора, так сказать, это всё в скобках. Мы можем домысливать всё, что хотим. Если мы постмодернисты, а мы живём в эпоху постмодерниста, мы можем написать на эту цель целый рассказ, целый трактат, целую диссертацию. Мать устраивает ребёнку такой процесс инициации. Вы помните, как это делалось? Днём она его сует в очаг, ночью она его берёт и спускает в подземное царство Аиды и сует, держа за пятку, в водореке Стикс. Психологи, трактуйте, как хотите. А тут очень много интересных трактовок. Но не забудем о той связи, которую хочет мать установить со своим сыном. Это вот такое желание не обрезать пуповину. Женщина, даже если она богиня, даже если она текучая богиня, подобно Фетиде, она всё равно связана с домашним очагом. И то, что она засовывает ребёнка в очаг, может быть, это не прямое действие, а метафора. Есть такая версия, что имя Ахилл, которое означает «без губы», обосновывается тем, что мальчика засовывали в огонь и сожгли ему кожу лица, и губы не восстановились. Но каким мы видим Ахилла? Мы его видим очень привлекательным. Мы его видим очень красивым. И у нас много доказательств тому, что Ахилл, сгомеровский или герой, или герой безымянных кинических поэм, он на самом деле очень привлекательен внешне. А значит, мы отметаем эту версию, она нас не устроила, мальчик сохранил привлекательность, но другое дело, насколько искалечена после всего этого его прекрасная душа. Итак, даже если мы отказали ему в первом абьюзе, внутриутробным, то второе абьюзное лицо. Что дальше? Дальше отец возвращается домой, обнаруживает ребенка, который там фактически поджаривается в огне очага, выхватывает его оттуда и устраивает скандал. Бракоразводный процесс родителей вполне может служить, если он очень длительный и очень скандальный, достаточным поводом для психической травмы ребенка. Кстати, на этом построен один из романов современного постмодернистского писателя Чака Паланика «Бойцовский клуб», где, в принципе, герой, который тоже переживает очень, да, вот, развод родителей и безотцовщину, как заявит Тайлер Дерден, я из поколения мужчин, воспитанных женщинами. Мужчину это не устраивает, быть воспитанным женщин. Его мужское вот аниме начало, оно начинает против этого бунтовать и часто на помощь, как ни парадоксально, приходит именно диссоциация. Значит, у нас еще один повод для абьюза. Бедный-бедный Ахилл. После чего? Суд. Кому присудят Ахилла? Отцу или матери? Мать-богиня, не забудем об этом. То есть она статусно выше, чем Пелей. Но, тем не менее, кому присудят Ахилла? Конечно, отцу. Присудят отцу, потому что, во-первых, суд человеческий, то есть можно пренебречь божественной воле, а во-вторых, потому что мы живем в эпоху, если мы живем вместе с Ахиллом, конечно, переживаем этот период, мы живем в эпоху абсолютного чистого такого патриархата. И вот Ахилл, оказывается, при отце, и вроде бы отцу сейчас заботится о сыне, так нет. Желание подвигов не оставляет Пелея, и он отдает Ахилла на воспитание кентавру Хирону. Вы видели когда-нибудь кентавров? Вы можете себе представить, как выглядит кентавр. Вот, конечно же, отдельно человек, это очень мило, еще милее отдельно лошадь. Но, тем не менее, это странное сочетание, причем, чем больше размеры, тем больше пугает. Почему, кстати, мы не любим... Вот я, например, я на самом деле очень не люблю камеру. Я надеюсь, что этот момент вырежет, но, тем не менее. И, кстати, об этом писала психологическую статью. Да, вообще, я не из тех, кто кокетничает с камерой, и я ее всячески избегаю. На самом деле, потому что, а, наше представление о самих себе совершенно разницы с тем, какие мы на самом деле. Почему? Зеркало. Вот. Ключ ко всему зеркалу. Мы видим совершенно другими себя в зеркале и совершенно другими, когда нас показывают, например, по телевизору. Кто этот страшный монстр? Как это ужасно. Мы считываем все свои недостатки, но самое опасное нас подстерегает потом. Когда кто-нибудь, кто, не дай бог, посмотрел эту передачу, звонит тебе в совершеннейшем восторге, говорит, «как ты прекрасно получилась». А на самом деле, ты видел кого-то другого, но никак не свое представление о себе. Ведь мы себя воспринимаем совершенно иначе. Может быть, реально мы красивее с точки зрения очень многих. У нас есть та индивидуальность, то какое-то особое качество, которое нас выделяет из толпы, но тем не менее мы не любим себя на камеру. Вот у Гулливера, когда он попадает к лилипутам, они кажутся ему все прелестными, потому что они очень маленькие. Когда он попадает к великам, они ему кажутся страшно безобразными, потому что они огромные, потому что рядом с ними он лилипут. То есть вот эти самые отсветочивающие камеры поры, они обязательно будут видны, когда мы имеем дело вот с таким форматом. Вот то же самое и о кентавре. Кентавр Херон огромного размера, получеловек, то есть это голова и торс человека, полулошадь. Причем абсолютно не обязательно, чтобы цвет волос сочетался бы с цветом масти лошади. Все это может напугать. Вполне создает еще один повод для абьюза, ведь на самом деле диссоциация часто происходит от того, что ребенок, он оказался свидетелем какой-то совершенно неприемлемой сцены. Увидеть кентавра, поверьте, это неприемлемо. Если вы не верите, прочитайте Кобо Абе, его тайное свидание, где, в общем-то, тоже обыгрывается такой вполне себе кентаврический сюжет. Дальше. Какими методами обучает кентавр Херон Ахилла? Тут можно задуматься, но вряд ли работает мотивация. Вряд ли тот самый эффект Гамалеона, придуманный Розенталем, приводит к тому, что Ахилл станет лучшим из лучших. Я думаю, тут не пряник, а скорее всего, кнут. У кентавра Херонов и до Ахилла были ученики. Кто это? Тисей, Персей, Геракл. Выдающиеся все наши герои прошли через кнут кентавра Херона. И вот, наконец, Ахилл, он должен быть лучшим из лучших. Он тот самый ученик, который должен превзойти своего учителя. И да, он будет лучшим наездником, он будет лучшим возницей, он будет лучшим во владении мечом, копьем. Одним словом, он станет непобедимым. И не потому, что мать его все время опускала в воду реки Стикс и устраивала ему достаточно жесткую инициацию, решила мальчика детства, а потому, что кентавр Херон очень постарался. Дальше вроде взять этот самый меч и идти сражаться за правое дело. И тут начинается самое интересное. Это сбор всех греческих царей в армию, поскольку начинается Троянская война. Причину Троянской войны мы знаем. Это новые земли, новые территории, золото, золотоносного паилеона. Повод похищения прекрасной Елены. Но где был Ахилл в то время, как все женихи собирались утронать тендерея, чтобы предложить свою руку, сердце, свою корону и свои царства прекрасной Елене? Ахилла тогда просто не было на свете. И мы это прекрасно знаем. Какие у нас доказательства? Давайте логически. Какие доказательства, что Ахилла еще не было на свете? Если вы читали миф... Ладно, я сейчас вам сделаю подсказку, но вообще вы старайтесь эту хронологию сами тоже устанавливать, тогда вам станет интереснее. Дело в том, что именно во время заключения брака, свадебного пира Пелея и Фетиты произошел тот самый раздор между богинями, когда они отправились на склоны горы Иды к юноше Парису, к пастуху Парису, к совершенно еще незапятнанной репутации Парису, образцу чести и честности, чтобы узнать, кто из них прекраснейший. То есть Ахилла пока не было даже в проекте. А уже там взрослая Елена ожидает своего спасителя Париса, и Афродита плетет вот эту интригу будущей разрушительной любви. Одним словом, Елена уже давно замужем, Парис готовится ее похитить, Гермион уже достаточно подросла, чтобы оставить ее на произвол судьбы и не устраивать ребенку тем самым абьюза. Одним словом, Ахилл имеет все основания не отправляться на эту войну, тем не менее он на нее отправится. Мать этого не хочет. А какая мать хочет, чтобы ее сын стал героем? Поскольку мы знаем, что слово герой означает погибший на поле брони, означает усопший, означает безвозвратно потерянный. Естественно, Фетида тут же и своей морской пучиной заявляется во дворец к Пелею, куда вернулся после обучения у Херона Ахилл, и старается его откосить от армии. Она забирает его на остров Скирос, где у царя Ликомеда множество красавиц дочерей, и среди них прячет его. Тут тоже интересное у нас прозрение. Сколько лет Ахиллу? Сколько лет на этот момент может быть Ахиллу? Не, ну не семь, восемь, он уже прошел долгий путь инициации, его уже закаляли из огня до в полымя в воде и в огне, уже родители развелись, уже несколько лет он обучался у кентавра Херона. Смотрите, тут какая нам дается подсказка. В течение почти что года он находится, пока собираются войска, пока узнают, где он может находиться, и приедут его разоблачить с Диамидой Одиссей. Он скрывается среди юных девушек, и никто, даже слуги, не подозревают, что Ахиллу это молодой мужчина, это будущий воин. Вот, правда, ему, скорее всего, 14 лет. Опять-таки, это такой немного странный вопрос, потому что эпические сказания и мифы, они не зацикливаются на возрасте, но нам-то сегодня это интересно для себя вычислить и узнать, и понять, почему вот все эти мужчины так рвут и мечут из-за прекрасной Елены, понять, почему Ахилл, этот юноша, должен стать непобедимым героем и погибнуть под стенами троих, и поэтому, с другой стороны, нам будет предъявлена такая странность. Его сын Неапталем, который уже войдет в тот возраст, когда можно держать щит и меч, он тоже будет сражаться под стенами трои. Вот тут у нас как раз-таки накладки, наложения времени произойдут. Но, тем не менее, мы представим себе юного Ахилла, который скрывается среди девушек, и никто и никогда не сможет понять, что на самом деле он один из будущих героев трое, а никак не один из возможных невест во дворце царя Скироса. И вот с помощью уловки удается разоблачить Ахилла. Он хватается за меч и говорит, я иду с вами. Дальше остановка на острове Аблида, где Ахилл себя проявляет как истинный джентльмен, говоря современным языком, как истинный герой, говоря языком вечного мифа. Когда хотят принести в жертву прекрасную Эфигению, он один выступает против ее обидчиков, даже против собственных же миромедонин, которые так хотят попутного ветра и уже утомились от долгого пребывания на острове Аблида между надеждой на добычу и страхом смерти, остановкой перед войной. Но он защищает ее один, тем не менее воля богов непреклонна, Эфигению приносит в жертву, а Ахилл отправляется в дальнее плавание к берегам Трои. Уже упомянутый Эрик Берн предлагает нам такую схему, триядность родителей, ребенок и взрослые. У Фрейда есть тоже понятие суперэго, эго и ит. Но бесспорно разница между вот этими двумя трептихами, потому что у Фрейда ит бессознательное, оно в общем-то обычно толкает нас на какие-то необдуманные и дурные поступки. С другой стороны, ребенок у Эрика Берна это самое искреннее, чистое, импульсивное начало. родитель это очень жесткое и строгое начало, не обладающее той безупречностью, которая обладает суперэго Фрейда. Взрослый это самое гармоничное начало, которое объединяет верх пирамиды и базовые потребности, которые даже в зрелом возрасте пробуждают в человеке ребенка. С этой точки зрения очень интересно рассматривать литературные тексты и разных литературных персонажей. Если современная литература нам дает очень много возможностей для этого, которые лежат на поверхности, по понятной причине, потому что, как я уже сказала в контексте Германа Гейса, уже эти книги воспитаны новой мыслью, тем, что Оден назвал, они уже не люди, а мысль общечеловеческая, то есть мыслью Юнга, Фрейда и психоанализы, и поэтому мы видим это сразу, можно сказать, невооруженным взглядом. И не обязательно нам брать лупу, чтобы читать текст, как полимпсест. В данном случае, конечно, мы работаем с текстом полимпсеста, где за одним текстом скрывается другой, за одной психологической трактовкой скрывается другая, и в итоге, когда безымянный рассказчик поведал нам об Ахиле, он никак не подразумевал, что мы вооружимся разными психологическими теориями, а мы ими все-таки вооружимся. И одна из них это уже теория Эрика Бёрна. Чего в Ахиле больше? Родителя, ребенка или взрослого? Вопрос вам? Конечно, ребенка. Потому что он не прошел вот эти этапы своего детства. Он свое детство не пережил, не прожил его. Мать и отец лишили его этого детства. То есть ребенок не сформировался. У Эриксона, все они Эрики у нас, у Эрика Эрикса, но у него есть вот это понятие диффузии идентичности. Конечно же, у Ахилла тоже диффузии идентичности, потому что он так и не понял, кто он на самом деле. Ребенок в нем слишком взбудоражен. Время от времени в нем проявляется взрослый, как в случае с офигением, но чаще родитель. Ты должен, ты должен, ты должен. Есть другое понятие психологии, не столь распространенное. я вам о нем говорила. Это ЛОДС, Life Observe Test Self. В случае с Ахиллом это очень интересно работает. И мы даже можем понять, как по типологии, будь то энерограмма или вот те же нейролингвистические типы личности, к какому из них может относиться Ахилл. Значит, Life, то есть объективные показатели его жизни. Они очень высокие. Царь Мирамидонин, сын богини, наследник престола, признаны еще от рождения лучшим из лучших. Сами боги во главе с Зевсом гуляли на свадьбе его родителей. Там такой бэкграунд, что, конечно, успех в жизни должен быть обеспечен. Обзерв мнение о нем окружающих. Ему завидует не только Ахамин, ему завидует сам бог Аполлон. Мудрый Одиссей восхищается им. С ним считаются абсолютно все. Иса товарищи по оружию и враги. Ахилл один в поле воин. Ахилл лучший из лучших. Другое дело, какой у него результат теста, основываясь на его селфе. Селф у него очень низкий. Ахиллес и черепаха Апория Зенона. Чем большего достигает Ахиллес, тем меньшего он достигает с его собственной точки зрения. конечно же, вот здесь уже начинает работать его родитель, его страшная требовательность к себе. Ты нехороший, ты должен что-то сделать, чтобы заслужить похвалу. Обычно родители любят своих детей априори, только потому, что они их дети. Совершенно необязательно для этого совершать какие-то подвиги, не успев, как говорится, вылезти из пеленок. Но именно так складывается мифологический герой, будь то Сигурд или Зигфрид, будь то Ахилл. Нелюбимые родители, они потом в 21, вернее, 20 веке, это уже на заре 21, вот в том же Бойцовском клубе они становятся Тайлерами, Дертонами, они становятся непобедимыми, потому что у них слишком много комплексов. И что они хотят доказать миру? Что они хотят доказать внутреннему своему родителю, который в вечном столкновении с ребенком, который так и не успел пожить. Хотят доказать, что я самый лучший. Ахилл уже не Федиде это доказывает и не Пелею, который там убелен и Сидином и может уже и умер, пока он тут сражался под стенами Трои. Но на самом деле он хочет это доказать своему внутреннему родителю, я самый лучший. По типу личности кем может быть Ахилл? Аудиал, визуал или кинестетик? Что вы ему дадите? Аудиала, визуала или кинестетика? Вопрос немножко провокационный, поэтому попытаемся дивергентно подумать. кинестетик. 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 Правильно, он кинестетик. Ребенок его кинестетик. Я хочу. Родители в Аудиал. Вот она диссоциация. Вы понимаете, это столкновение двух совершенно несовместимых, неаутентичных друг к другу начал внутри человека. Родители и ребенка. Аудиала. Я должен быть лучшим. Потому что так завещали родители. Вот вам, пожалуйста, опять-таки уже Эрик Берн. Это вот именно тот самый трансактный анализ. Сценарий победитель дракона. Я должен быть лучшим. Такая у меня установка. Родители завещали мне быть лучшим. А с другой стороны ребенок. Я не хочу быть лучшим. Я просто хочу жить. Куда-то делся родитель. Куда-то делся взрослый. Мы никак не можем вот найти этого самого взрослого. Мы очень хотим подарить взрослого Ахиллу, чтобы хотя бы перед смертью его убедиться в том, что мы с ним вместе прожили не зря. А пока на десятый год войны начинаются боевые действия. Спровоцированы они тем, чем обычно бывают предваренные, а часто и спровоцированы войны. Опять-таки догадайтесь. Эпидемии. С эпидемии начинается история бунта, а после истории бунта всегда идет война. На самом деле история это доказывает. И опять-таки чума заставляет троянцев открыть врата и вступить в открытые состязания, в силы и доблести, в открытые единоборства с греками. Так хотели боги, которые очень соскучились по войне. И вот приходится троянцев сражаться с греками, а грекам всем хочется доказать, какие они славные и доблестные, но им мешает Ахилл. Потому что наш Ахилл по Энеограмме мы можем однозначно отметить, что он индивидуалист. Один в поле воина. Ахилл всех может победить, всех может сломить. Мы хотим пробудить взрослого в Ахилле. Как мы это сделаем? Мы дадим ему перед смертью совершить благородный поступок. Бездействие Ахилла это фон для действия других героев. Он обижается. Он обижается на Агамемнена, в котором он видит свой родительский сценарий. Агамемнен тот же его отец. И это противостояние отцов и детей. Это вечное противостояние, которое очень хорошо знакомо и нам на разных этапах жизни, в зависимости от того, в роли ребенка или родителя мы выступаем. И вот после того, как он ходит к своим шатрам, он делает совершенно детский поступок. Он отправляется к своей матери Фетиде и просит, проливая слезы, чтобы она за него заступилась. У Фетиды большие связи на Олимпе, сам Зевс один раз вмешивается в ход войны и он вмешивается ради Ахилла. Вот еще одно доказательство, какой у него высокий лайф. После чего греки, нуждающиеся в Ахилле, призывают его, и мы имеем абсолютно откровенный результат детского абьюза, то есть того, что у Ахилла происходит расщепление личности. При расщеплении личности человек приобретает абсолютно сверхчеловеческую силу, и каждый раз, когда у Ахилла меч в руках, он обладает этой сверхчеловеческой силой, опять-таки, очень свойственны эпическим героям, которые росли без родителей или, по крайней мере, без отцов. После чего он жестоко убивает Гектора, и сами боги возмущены тем, как он обращается с его телом. Ахилл заставляет нас отринуть его, и, наконец, в нем пробуждается взрослый, когда он видит старого приема, отца убитого им Гектора, и тот приходит просить у него тело Гектора, и Ахилл может поступить по законам военного времени, захватить его в плен, убить, как угодно, но он делает вместо этого то, что возвышает Ахилла в наших глазах, и позволяет интегрировать родителей, ребенка, во взрослом. Он возвращает тело Гектора полное почтение к сединам Приамы, утверждая самое главное, что всегда, в каком бы возрасте мы ни находились, все-таки мы должны не только прислушиваться к старшим, а испытывать к ним бесконечное уважение, как испытал победитель Ахилл по отношению к поверженному Приаму.